Привет! Ну вот и перешагнули мы через отметку в 10 миллионов. Это был долгий путь, начиная от создания канала в 2013 году. Мы думали, что юбилей наступит на недельку-две позже, но у последнего видео были свои планы по количеству привлеченных подписчиков. Поэтому мы решили сделать разговорное видео, в котором расскажем вам об особенностях нашей работы и других вещах, о которых не знает никто. Последние два года были очень сложными в плане работы и закадровой жизни. Обстоятельства заставляли нас три раза менять место жительства и, соответственно, работы. Два месяца в одной комнате мы жили, готовили пищу и снимали видео. Но, несмотря на это, мы старались не нарушать график выхода роликов. Многим может показаться, раз наши видео не слишком длинные, то делаются они легко и быстро. Вы даже не представляете, насколько много работы часто проходит за кадром. Что бы мы ни запланировали сделать, вначале мы всегда проверяем задумку, и если всё получается, значит можно начинать съёмки. Ведь нет смысла показывать обучающее видео, в котором у вас ничего не получилось. И на такие тестирования часто уходят целые дни. Конечно, мы можем кучей воды и лишних разговоров растягивать видео и до 10 минут. Но будем ли мы тогда собой? Кто помнит наше старое видео с экспериментами, где мы пообещали сделать вот такого змея, только в большом масштабе? Конечно, мы не забыли об обещании. Мы несколько раз пытались это сделать, пока не поняли, что это, скорее всего, невозможно. Если куча сахара и соды очень большая, то она не успевает прогреться до середины и вступить в реакцию, каким бы большим не был огонь. Мы выливали на песок по 2 литра спирта и даже раскладывали по периметру костёр. Ничего не помогало. А помните видео с ракетами? Мы несколько дней пытались подобрать пропорции составляющих, чтобы они летали как положено. Было очень много неудачных запусков. На, казалось бы, короткое видео с M&M's ушло несколько дней и несколько пачек конфет, пока мы поняли, как создать идеальные условия для красивого растворения и качественной съёмки происходящего. Помните видео про лайфхаки из 90-х, где в начале роликов мы показывали кадры со старинными вещами того времени? Вероятно, немногие это оценили, но изначально у нас ничего из этого не было. Мы две недели искали в интернете и по знакомым все эти вещи. Только для того, чтобы снять несколько кадров, которые некоторым зрителям напомнят их детство. А стол в лайфхаках для тюрьмы? Это же надо было купить доску, покрасить и после высыхания придумать и нацарапать глупые надписи. Я уже не говорю, что три дня съёмок надо было повсюду ходить с не менее глупыми татуировками и каждый день обновлять их. Вы точно помните видео с бенгальскими огнями. После первой части мы решили сделать вторую, где подожгли 10 тысяч огней. Вы не представляете это волнение и адреналин в момент поджигания, ведь столько стараний и денег было потрачено. Но после того, как мы подожгли все эти огни, я был очень расстроен результатом. Ведь мне показалось, что это не то, чего ожидал зритель. Мы погрузили сгоревший тазик и молча ехали домой. Я сказал, что ничего не получилось и мы вообще не будем этого показывать. Но напарник сказал, мы же так старались, попробуй смонтировать, а там посмотришь. В итоге это стало самым успешным видео за всю историю канала. И таких примеров можно назвать несколько, когда мы не давали видео никаких шансов, но вам наоборот очень понравились. У нас есть много видео, которые мы отсняли, но не публиковали из-за того, что нам не понравился результат. Был ещё очень интересный и опасный случай во время съёмок видео про маленькую пушку. Мы тестировали её и попробовали зарядить тяжёлый снаряд. Подожгли фитиль и произошёл очень громкий выстрел. Пушка и снаряд разлетелись в разные стороны, а в ушах начало звенеть. Оказалось, снаряд пролетел целую комнату и попал прямо в клетку Стёпы, пробив беговое колесо и пластиковую стенку клетки. Хорошо, что Стёпа в это время спал в своей норке. Чуть не забыл про видео с петардами. У нас тут также кое-что пошло не по плану. Мы два дня втроём выкладывали 100 тысяч петард на стол до трёх часов ночи и очень хотели, чтобы они красиво взорвались. Для этого мы проделали отверстия в столе и вставили туда петарды побольше, которые в определённый момент должны были взорваться и подбросить мелкие петарды в воздух. Подключили детонаторы и даже сделали специальный пульт. В спешке мы не протестировали его, да и не видели надобности, ведь конструкция была крайне проста. Но в итоге он не сработал из-за того, что одна из батареек имела плохой контакт. Только через минуту после того, как все петарды взорвались, мы поняли в чём дело и он сработал. Жаль, конечно, но мне кажется, что даже без этого получилось всё неплохо. И под конец мы приготовили вам сюрприз. Точнее, он был приготовлен ещё пять лет назад и ждал вас до этого момента. В 2013 году мы привели домой Куки. Тогда маленького котёнка ещё никто не знал и я создал канал, на котором публиковал весёлые и порой глупые видео с котёнком. Потом я скрыл все видео на канале и никогда не упоминал о нём. И именно сегодня мы откроем для вас все эти видео. Надеемся, вам будет приятно увидеть Куки в детском и, скажем так, в подростковом возрасте. Мы благодарны за то, что вы с нами уже столько лет и постараемся продолжать радовать вас в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok